В стране утвердили правилом предоставления арендного жилья без права выкупа работающей молодежи. Так, претендентам нужно сдать помимо заявлений и других справок еще и документы, подтверждающие личные достижения в различных сферах. Интересно, что квартиры будут выделять соискателям на основе баллов. Очки выставляют в зависимости от навыков и достижений заявителя. К примеру, претендент, освоивший одну из ста наиболее востребованных на рынке специальности, получает 10 баллов. Если у человека есть семья, то плюс еще 5 баллов, за каждый год в браке 2 очка, если есть ребенок 1 балл, за каждых последующих детей еще по 2 балла, за успехи в каких-то областях еще 2 балла и так далее. После завершения приема бумаг Министерство информации и общественного развития в течение пяти дней проверяет их соответствие правилам, а затем за 10 дней подсчитывает баллы и формирует список претендентов на получение арендного жилья без права выкупа по наибольшему числу баллов. Жилье предоставляют на 5 лет. И подробнее об этой теме мы поговорим с Мадиаром Кужахметом, председателем комитета по делам молодежи и семьи, Министерства информации и общественного развития. Добрый день, Мадиар. Расскажите для начала, куда нужно сдавать документы для получения арендного жилья? Ну, программа арендного жилья рассчитана у нас на 3 города. Это Нур-Султан, Алматы и Чемкент. И оператором по выдаче и приему документов будут местные исполнительные органы, точнее, акиматы этих городов. А кто, какая категория молодежи может рассчитывать на жилье? Ну, молодежь до 29 лет будет ориентирована от подающего заявления молодого человека. Если это молодая семья и подающая заявление супруг или супруга младше 29 лет, они могут претендовать на это жилье. А каким критериям они должны соответствовать? Ну, только что в сюжете были показаны основные критерии. Но здесь я хочу еще раз резюмировать, сказать, что это нужно проживать в этом городе, нужно работать хотя бы полгода, нужно иметь депозитный счет в банках второго уровня для того, чтобы осуществлять накопление, также иметь доход выше 40-месячных расчетных показателей и быть младше 29 лет. А какова стоимость аренды и квадратура этого жилья? Квадратура мы предполагаем примерно, это будет около 40 квадратных метров за каждую квартиру. Это, возможно, будет одна или двухкомнатные квартиры. Арендная плата будет исчисляться, исходя от утвержденных тарифов для предоставления соответствующих арендного жилья, такие же, как и для многодетных семей, а также социально уязвимых слоев населения. По предварительным расчетам это должно быть в районе 10-12 тысяч тенге за одну квартиру. А расскажите немного подробнее про бальную систему определения претендентов. Мы немножко рассказали, что это, получается, дети, какие-то социальные успехи и так далее. Здесь, в первую очередь, эта программа ориентирована на работающую и активную молодежь, для того, чтобы дать им возможность в период проживания на этих квартирах накопить на собственное жилье. И эти баллы рассчитаны из его, скажем, определенной активности и участия в этих программах. Это быть в браке по возможности, копить деньги на депозитном счете, работать на приоритетных для государства специальностях, которые также определены на рынке, а также иметь определенные достижения в своей сфере. Будь то в спорте или в культуре, или также в каких-то инженерных направлениях. Для этого и созданы баллы. По баллам мы будем определять, кто наибольшее количество баллов набрал, согласно этим критериям, будет в первую очередь претендовать на это жилье. В целом, хотел бы сказать, что 3 тысячи квартир это только на этот год. Мы планируем эту программу продолжить и в следующем году. Таким образом, в течение ближайших трех лет этот пул составит 9 тысяч квартир, которые, возможно, будут на ротационном принципе предоставляться молодым людям. А когда начнут выдавать квартиры и, получается, их будут строить специально для программы? Да. Для этого выделены с республиканского бюджета деньги местным исполнительным органам, которые сейчас осуществляют строительство, а также приобретение на вторичном рынке жилья соответствующей категории. Таким образом, до конца года мы планируем уже первую волну ключей раздать молодым людям. Со следующей недели ориентировочно мы хотим начать прием документов совместно с местными исполнительными органами. Документы на жилье будут принимать акиматы. В течение октября-ноября месяца провести несколько заседаний комиссии, определить претендентов и в декабре по завершению строительства выдать ключи молодым людям. А до какого, получается, можно будет подавать документы и обязательно ли быть в браке? Прием документов будет осуществляться в течение месяца с момента объявления. В браке состоять необязательно, но нахождение в браке будут давать дополнительные баллы при рассмотрении кандидатур на предоставление жилья. Спасибо большое за подробную информацию. Мы продолжим. Спасибо.